Здравствуйте! В этом выпуске поговорим о покупке движимого имущества, например, автомобиля. Это требует от покупателя внимательности не только к техническим особенностям, но и к юридической частоте объекта. Например, продавец приобрел машину в кредит и не погасил перед банком задолженность. Следовательно, машина находится в залоге у банка, а покупатель может об этом не узнать. Как безопасно провести сделку и не позволить себя обмануть? Существует специальный сервис – реестр уведомлений о залоге движимого имущества, оператором которого является Федеральная нотариальная палата. Внесение уведомлений о залоге движимого имущества в реестр помогает вести учет обремененного имущества, защищать интересы участников сделок с таким имуществом, а также интересы залогодержателей, то есть физических или юридических лиц, принявших имущество или другие ценности в залог. Уведомить о наложении обременения на движимое имущество достаточно легко. Для этого можно обратиться к любому нотариусу. Сделать это в большинстве случаев может и залогодатель, и залогодержатель. Однако при уведомлении об изменении залога или исключении сведений о залоге, сведения должен направить залогодержатель. Уведомления могут быть поданы в виде бумажного документа, подписанного заявителем в присутствии нотариуса, либо направлены в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. С помощью бесплатного онлайн-сервиса на портале Федеральной нотариальной палаты существует возможность проверить любое движимое имущество на предмет обременений в виде залога. Для этого нужно зайти на сайт, открыть вкладку «Найти в реестре», зайти в раздел «По информации о предмете залога», ввести идентификационный номер, ВИН-номер в поле ВИН, если речь идет об автомобиле, если ВИН неизвестен или необходимо найти сведения о другом типе имущества, можно использовать поиск по другим известным параметрам. Также можно проверить продавца. В реестре предусмотрена возможность поиска по информации о залогодателе. Если это физическое лицо, нужно указать фамилию и имя, если юридическое, полное наименование, основной государственный регистрационный номер и индивидуальный номер налогоплательщика. Система выдаст информацию о том, какое имущество этого человека или компании находится под залогом и у кого. Если имущество, которое вы проверяете, отображается в реестре, значит оно находится в залоге. Если проверка не дает результатов, значит автомобиль или другое движимое имущество можно покупать. Однако даже в этом случае рекомендуется подстраховаться и запросить нотариально удостоверенную выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества. Случается, что залогодержатели, зачастую кредитные организации, не всегда своевременно предоставляют информацию об обременениях в соответствующий реестр. Выписка из реестра уведомлений о залоге послужит дополнительным доказательством того, что покупатель движимого имущества подошел к вопросу добросовестно и проверял интересующий товар на наличие обременений перед приобретением, действовал в рамках закона и не мог знать о залоге. То есть, если в момент проверки информации об обременении в реестре уведомлений о залоге движимого имущества не было, считается, что покупатель не мог узнать о залоге. Следовательно, он является добросовестным приобретателем и не должен отвечать по долгам предыдущего владельца имущества. Выписка, кроме сведений о залоге, дает возможность проверить сведения о заемщике и залогодержателе, а также иную значимую информацию в отношении интересующего воздвижимого имущества. Существует два вида выписки – краткая и расширенная. Краткую может получить любое лицо. Такая выписка будет содержать актуальную информацию о залоге. Расширенная выписка выдается залогодателям, залогодержателям или их представителям. Помимо прочего, она может содержать также информацию о всех зарегистрированных уведомлениях, на основании которых она сформирована. Получить выписку можно как при личном обращении к нотариусу, так и онлайн через портал Федеральной Нотариальной Палаты. Для этого необходимо иметь подтвержденный аккаунт на госуслугах и усиленную квалифицированную электронную подпись. Случается, что владелец движимого имущества неожиданно узнает о том, что его собственность находится в залоге, хотя никаких оснований для этого нет. Вернее, они были, но прекратились. Например, кредит за автомобиль выплачен, а сведения о прекращении залога кредитор не передал. Еще более типичная такая ситуация для случаев, когда залогодержателем выступает не банк, а частное лицо, выдавшее займ под залог имущества. Вне зависимости от того, стало ли это результатом некой мошеннической схемы или просто допущена ошибка, для собственника имущества это проблема. Нотариусы рекомендуют периодически отслеживать информацию в реестре, и если видно, что кредитор так и не направил соответствующие сведения, обратится к нему с просьбой обновить данные. Если этого так и не произойдет, необходимо обратиться в суд с требованием о прекращении залога. Соответствующее решение суда может служить законным основанием для удаления неактуальных сведений о залоге. Это решение можно предъявить любому нотариусу вместе с уведомлением об исключении сведений о залоге, после чего запись из реестра будет удалена. Ресурс Федеральной Нотариальной Палаты из года в год пользуется большим спросом у граждан и юридических лиц. Информация в реестре постоянно пополняется и актуализируется. На данный момент в реестре содержится около 8 миллионов уведомлений о залоге автомобилей. Если вы хотите защитить себя от правовых рисков, стоит присмотреться к нотариальному удостоверению сделки купли-продажи транспортного средства. В этом случае нотариус разъяснит все последствия сделки, убедится в отсутствии судебных актов о признании участников сделки недееспособными, запросит информацию о семейном положении продавца, проверит наличие или отсутствие судебных актов по делам о банкротстве. И вы будете уверены в своей покупке. Это была программа Нотариус для вас. До скорой встречи на телеканале Брянская губерния. Субтитры создавал DimaTorzok